Уважаемый Александр Егорович, Ветаем вас на Могилевской земле. Калиласка, хатай кветки для вас. Дякую, хатай кветки. Хатай кветки для вас. Дякую, дякую. Добрый день. Когда-то в советские времена была хорошая практика, адреса передового опыта. Приходит много молодежи, хотели бы видеть, где лучше. Ну, например, вот сегодня тема нашего такого практического занятия благоустройства агрогородков. Их у нас 1417 агрогородков. Почему взяли эту тему? Я вот вице-премьеру еще полгода назад, может и больше, поручил, чтобы он подготовил такой агрогородок, чтобы можно было показать людям и посмотреть, как будут благоустраиваться агрогородки. Почему? Потому что, ну, что греха таить, население сельское будет в будущем жить в агрогородках процентов на 80-85. Ну, а остальное население будут в крупных деревнях, кроме агрогородков уже еще и крупные деревни, остались бывшие, допустим, центры хозяйств объединенных или присоединенных. Ну, и может быть, где-то неперспективно, как их называли, деревни, которые получат свое развитие за счет того, что богатый бизнесмен там родился сегодня, может приехать, дом построить, ну, дачу там, или там он будет жить с возрастом и так далее, детишек привезти туда. Хорошая практика в Беларуси появилась. То есть, неперспективные эти деревни, они получат свое развитие только в силу какого-то интереса, частного интереса. Но главное – это агрогородки. Ну, вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего. Кстати, мы тоже об этом говорили. И при том, ну, мы же все показали, как работать. Вот Минск, там все ковыряемся, областные центры, крупные 11 у нас, по-моему, городов. Типа Барановича, Орша. Потом поселки городского типа, например, и Копыся, и других, показали, как их благоустраивать. Агрогородки и так далее. То есть, это надо все оформить. Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские диссертации. Стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать. Тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают, как было, как есть и как будет. То есть, целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики. Так, что касается впечатлений о твоей работе на Могилевщине. Ну, не могу сказать, что не работаешь. Работы идут, но боюсь, что ты опаздываешь. Опаздываешь, просто расслабила нас погода, а она на следующей неделе начнет ухудшаться. Кукуруза пожелтеет мгновенно. Поэтому ждать и спелить кукурузу для силоса, ну, это преступление. Надо день и ночь работать, чтобы заложить кукурузный силос. Ибо останемся на зиму без кармы. Поэтому работы идут, но надо ускоряться. Ну, как минимум, в два раза надо ускоряться. Вижу, что не посеяно много еще. Поэтому надо мобилизоваться. Отдохнем, как я говорил, зимой. Ну, и еще миллиардация. Надо благоустроить тут же десятки гектаров вот за усадьбами. Десятки гектаров вдоль рычушки, пойменные, припойменные какие-то земли. Климат у нас становится суши-суши. Ну, а эти земли-то обводненные. Их надо приводить в порядок и распахивать. И посеять. Сначала траву, потом еще что-то и так далее. Это дорога в Матвилею. Да. Ну, это старая дорога. Старая. Рядом идет. Да, новая. Уважаемый Александр Григорьевич, на сегодняшний день в населенных пунктах Республики Беларусь находится 76 325 единиц улиц, что составляет 288 миллионов 213 тысяч метров квадратных дорожного подлотна. В основной массе своей это асфальтобетонное полотно 55%. Также есть цементно-бетонное меньше 1%, 21% грунтовое, 23% это песчаногравийное. В рамках осенних и весенних осмотров предприятиями ЖКХ проводится обследование уличной дорожной сети и составляются планы ремонта на год. В настоящее время планами ремонта на 23-й год запланировано 6 266 тысяч метров квадратных площадей. Мы договаривались по весне, за зиму и весну дороги были практически разрушены в силу погодных условий. Люди жаловались там и так далее, но дело не в этом. Была поставлена задача привести в порядок никаких ям, все это восстановить. Вы успеваете по стране это сделать, как обещано? Ям никаких не будет и дополнительно более углубленные виды ремонта, Александр Владимирович, с перевыполнением на 150%. По тому состоянию, которое было раньше, мы в 21-м году всего лишь ремонтировали 3 949 тысяч метров квадратных. Нарастили объемы в 22-м году уже на 5 887. Сегодня вот этот показатель 6 266, он уже перевыполнил. Хотелось бы остановиться на проблеме общей. Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни, за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Должно быть 7-10 лет дорога стоять, к примеру, а мы на следующий год начинаем ее опять ремонтировать. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество важнейший вопрос. Я вот думал, будущий год, что, как. Надо нам будущий год объявлять годом качества. Все у нас хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Мы не успеваем Россию обеспечить, ее спрос не успеваем обеспечить. За забором завез, продал, и деньги нам эти нужны, чтобы газ, нефть купить и так далее, металлы. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Вчера вечером прилетел, сразу мне жалоба. А вот трактор на МТЗ взяли, своим ходом гнали туда, пригнали, неисправны. Ну, хорошо, говорит, оперативно работает у нас аварийная эта служба по гарантии. Но завтра приехали, шланг какой-то там, что-то заменили. Это что, нормально? Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо. И надо дернуть МТЗ. Они там засиделись. Поэтому разберись с ними тоже. Качество. Вот готовьтесь к тому, что в следующий год это год качества. Год качества на земле. И в животноводстве, и в промышленности, в сельском хозяйстве, в обслуживании, и в дорогах. Потому что завтра будет видно. Знаете, у нас же народ такой. По две, по три автомобиля некоторые имеют на семью. И считаю, что для них тут все должно быть сделано. А когда мы говорим, ребята, ну, тот, кто любит кататься саночки, должен возить. То есть надо что-то заплатить. Ну, копейки же платят на ремонт этих дорог. Мы не можем определиться, или там на топливо это отнести, или еще куда-то. Ну, собираем какие-то крохи платные дороги, усиленно стараемся поддерживать качество этих дорог. Но люди платить не хотят за это. А хотят по хорошим дорогам разъезжать. Ну, наша судьба такая, государство, обращать на это внимание и ремонтировать эти дороги. Но ремонтировать надо качественно, потому что люди это увидят. Некачественно делать нельзя. Качество и еще раз качество. Уважаемый Александр Георгиевич, в рамках наведения порядка в данном населенном пункте мы ставили перед собой три основные задачи. Сделать так, чтобы выполнение работ ремонтных было максимально быстро. Сделать так, чтобы избавиться от лишних, никому не нужных процедур при проведении ремонтных работ. И сделать максимально эффективно, используя бюджетные деньги. Основным критерием при подходе по выбору покрытия является первое, это фактическая интенсивность по проезду. Второе, это перспектива развития. И третье, это текущее состояние дорожного покрытия. На действительность здесь было совершенно разным. На основании проведенной работы мы подготовили соответствующий алгоритм по выбору типа ремонтного покрытия. И постановление министерства утвердили соответствующие методические указания. В качестве основы при подготовке вот таких решений мы использовали в первую очередь это экономический фактор. Да, безусловно, в моменте затраты капитальные на приведение ремонта по бетону с применением цемента, они, ну скажем так, больше, чем при асфальтобетоне. Но учитывая срок эксплуатации, а срок эксплуатации с устройством цементно-бетонного покрытия 25 лет, а при асфальтобетоне совершенно другой. То есть там асфальт работает не более пяти лет, и нужно приходить к ремонту. Поэтому в расчете на каждый год эксплуатации такого покрытия цементно-бетонное покрытие в три раза более эффективно. Ты хочешь сказать, что ты укладывал это чудо-машины? Да, это один из видов покрытия. На существующее сфрезерованное основание из асфальтобетона укладывается слой бетона. То есть ты на асфальт положил бетон? Да, да. Ну то, что я тебе когда-то задавал, можно ли нам таким образом идти, чтобы где-то на разрушенный асфальт класть бетон? Бетон есть бетон, ну что тут говорить. Срок службы 25 лет, межремонтный. Я тебе скажу, я по дороге езжу, который уже, ну когда там, в 80-м году Олимпиада была в Москве. Ты еще не родился. Это как раз год моего рождения. Ну вот, в 80-м. Сегодня я езжу по этому асфальту. Правда, когда ты уже школу закончил, Анатолий предлагал, давайте тут заасфальтируем, на бетон асфальт положим. Я говорю, что, больше нечего нам асфальтировать лет 10-15 назад. Не трогай, где-то что-то подремонтирую. До сих пор стоит. Да, там шероховатости есть, но дорога отличная. Когда едешь на 130 километров, конечно, оно чувствуется. А 90-м, нормально, абсолютно нормально. Но главное, дорога стоит. Поэтому не 25, а фактически, но это та советская технология. А сейчас, сейчас же новейшая технология, поэтому бери больше на 10 лет, 30-35 лет, дорога будет стоять. А здесь она переживет и тебя, и твоих детей еще. Поэтому, да, это один из вариантов, но там, где надо. По нагрузке, где можно и нужно. Там, где ходит тяжелая техника, высокая интенсивность, там вот как раз такой тип. Бетонную укладку сколько у нас сейчас в стране? Это же импорт? Таких по стране всего 5. Они прилично очень стоят. Они стоят от миллиона и выше, в зависимости от возможности по ширине. Это хозяин этой машины, да? Да, машинестра. Привет. Илья, скажи, ты на ней сколько уже работаешь? 5 лет. 5 лет? Что за машина? Камака, Камандер-3, американец. Ширина укладки минимальная 3 метра, максимальная 6 метров. Толщина... Ты тут за один раз проходил? Да, здесь за один раз. Здесь 5 метров около. А толщина какая? Толщина максимальная 48 сантиметров. Это максимальная здесь сколько? 18. 18 сантиметров выкладываем? 18 сантиметров, да. Ну ты вот скажи, машина эта хорошая для строительства дорог, сколько ты метров можешь положить за сутки, если вот поработать? 500. Полкилометра, да? Понятно, но бетон возили со стороны или здесь был завод? Отовсюду. Мы с Могилевского КСИ привозили, то есть, ну, это... Где ближе тут, да? Да. То есть, эта технология хорошая? Да, хорошая. Перспективная? Думаю, да. Ну, 5 лет, опыта уже стоит. Это второй вариант. Свартовпатчиком. Да, это упрощенный вариант, Дорогович. Почему упрощенный? Потому что, скажем так, технология чуть иная, стоимость более дешевая и используется на дорогах меньшей интенсивности. Применена... То есть, он за один раз вот прошел эту дорогу, да? Да, именно так же. Здесь что у нас? Асфальт. Точно так же, как и на прошлом, значит, на сфрезерованный слой асфальта ложится бетон. Там установка исключительно для бетона. Значит, для того, чтобы и дороги автомобильные большие делать, этот, единиц техники, она может одновременно и использоваться при укладке и асфальта, и бетона. Это одна из тем дворовых территорий, чтобы не было асфальта. Потому что сюда ты машинами заедешь. Да, и плитку это проще. Положил, треснул, лопнул, вынул, положил другую. Очень правильно и очень хорошая технология. Ну, это использованы эти технологии, Александр, по всей деревне. Просто здесь, как мы сконцентрировались. Ну, я понял, понял. Я признаю, что у людей вопросы возникают. Отдельное хозяева, дайте мне этот асфальт-гранулят чуть ли во двор ловить сам себе. Поэтому с людьми все равно приходите. Люди должны понимать, что мы все это не сделаем. И если Вишову повезло, то у нас полторы тысячи еще агрогородков, где надо делать, хотя бы центральные, основные улицы. Разумно надо подходить, чтобы людей задержать в деревне. Им надо создавать условия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!